Ииии всем привет, мои дорогие друзья! С вами Лаймстоун, и сегодня я хотел бы вам показать мод на Майнкрафт под названием Вардс. Из данной модификации к нам в игру добавятся пьедесталы, которые будут распространять определенные эффекты вокруг себя, используя зачарованные книги. Итак, давайте же приступать к обзору. И первое, что добавляется с этим модом, это у нас вот такой вот Вард. Крафтится он следующим образом. В середину вам понадобится положить Вардкор. И Вардкор у нас крафтится вот таким вот образом. Нам понадобится Броукен Вардкор. И единственный способ его получить, это найти его в данже. Например, в корабле, который потерпел крушение. И давайте же посмотрим, как работает этот Вардкор. Мы его ставим, и теперь нам нужно его зарядить. Он всего хранит в себе 100 тысяч единиц магической энергии. Лазурит дает 10 тысяч. Ииии вот такая вот бумажка зачарованная дает 15 тысяч. И крафтится она вот таким вот образом. Вам понадобится любая чародейская книга, и вы получите из нее, в случае ее разрушения, вот такие вот три листочка. Возьмем, например, лазурит, наполним наш пьедестал энергией, и теперь давайте использовать наши зачарованные книги. И если мы воспользуемся книгой на Sharpness, Knockback, Power Punch или Riptide, то наш пьедестал будет излучать вот такие вот эффекты. Во-первых, мы получим силу четвертого уровня. И, в общем-то, тот эффект, который вы получите, будет напрямую зависеть от того, на какой уровень зачарована ваша книга. Чем меньше, тем меньше, чем больше, тем больше, соответственно. И также, помимо всего прочего, ваши оппоненты, то есть это всякие враждебные мобы, будут получать урон. И, как вы можете видеть, да, потихоньку начинается атака, потихоньку происходят вот такие вот определенные выстрелы. И, насколько я помню, каждый такой выстрел стоит где-то 20 единиц энергии. И, таким образом, вы сможете защитить свое жилище от всяких наглых и неприятных зомби. Ну, а мы будем смотреть дальше. И следующие у нас пойдут Protection, Projectile Protection, Thorns, Unbreaking и Feather Falling. И мы воспользуемся как раз Projectile Protection, то есть защитой от снарядов. И от таких книжек мы получим сопротивление урону. И, помимо всего прочего, также на наших оппонентов будет накладываться эффект слабости. Тоже будут лететь частицы, как вы можете видеть. И вот они. И, да, зомби у нас получил эффект слабости. Ну, а дальше у нас пойдет огнеупорность. И с огнеупорностью, то есть Fire Protection, а также с Fire Aspect и Flame мы получим эффект огнестойкости. И также наш вард будет поджигать наших врагов. Вот такая вот классная штуковина. И дальше у нас идет подводная ходьба. И помимо подводной ходьбы, также у нас может быть Respiration, Death Strider и Frost Walker. И эти книги будут давать нам следующие эффекты. Во-первых, мы получим подводное дыхание. И, помимо всего прочего, наши зомби будут получать небольшой уже в этот раз урон. Но если пойдет дождь, то этот урон будет усилен аж втрое. И дальше мы с вами посмотрим на удачу. И удача, а также лутинг, Silk Touch и Luck of the Sea, а также лур будут у нас также дамажить наших противников. Давайте мы на это посмотрим. Вот такие вот красивые частицы. И у нас будет некоторый шанс получить с них орбы опыта, когда их будет атаковать. Но пока что этого не происходит. Но, тем не менее, все равно это достаточно прикольно. А сами мы получаем эффект удачи. И следующее у нас будет взрывоустойчивость. А также это может быть мультишот, свиппинг и ченнелинг. И такие эффекты, такие зачарования будут давать нам следующий эффект. Наши противники будут получать специальный дебаф. И если наш пьедестал сможет три раза накопить у нашего зомби этот дебаф, то зомби, скорее всего, быстренько погибнет. Ну, а мы получим эффект поглощения. И давайте же посмотрим, сейчас должен произойти взрыв. И, как мы можем видеть, да, три раза наш пьедестал попал в нашего зомби. И зомби взорвался и погиб. И следующее, на что мы с вами посмотрим, будет бич ленистоногих. И помимо него это также может быть смайт, это может быть импелинг и пирсинг. И подобные эффекты позволяют нам, во-первых, атаковать наших противников, они будут получать урон. И помимо всего прочего, мы получаем эффект слейер. И с помощью этого эффекта мы сможем, постепенно убивая наших врагов, получить определенный шанс накопить вот такие вот эффекты. То есть нам на какое-то время дастся сила, сопротивление и регенерация. Ну, а мы с вами идем дальше. И дальше у нас идет эффективность. Также это может быть quick charge. И с помощью данного, с помощью данной книжечки, мы с вами сможем замедлять наших оппонентов. То есть если мы поставим какого-нибудь зомби, ставим нескольких зомби, то они получат эффект замедления. А сами мы очень здорово можем ускориться. И дальше у нас идет эффект бесконечности. И помимо бесконечности, это также может быть мендинг и лоялити. И с помощью них мы с вами можем подсвечивать наших оппонентов, которые будут находиться рядом с этим вардом. Ну, а сами мы получим невидимость и ночное зрение. Как по мне, это достаточно круто. И дальше последнее, на что нам осталось посмотреть, это у нас разного рода проклятия. И если мы поместим любое проклятие на пьедестал, то мы с вами получим отравление, а все наши близлежащие оппоненты получат визер, то есть иссушение. И будут потихоньку умирать. Ну, а мы с вами давайте также посмотрим на книгу с двумя зачарованиями. Как вы можете видеть, у меня есть чародейская книга, которая зачарована сразу на силу и защиту от снарядов. И если мы разместим ее на наш вард, то на нас будет оказываться только исключительно эффект первого зачарования. А вот защита от снарядов у нас будет игнорироваться. Ну, и помимо всего прочего, также в этом моде есть определенная фича. Если мы с вами берем вард, еще один, размещаем его рядом с другим вардом, и, например, мы его заряжаем и ставим какую-нибудь книжку, то, как вы можете заметить, по идее у нас должны были бы сохраниться все эффекты, но, к сожалению, два стоящих рядом варда, они друг другу мешают. Они друг друга блокируют, и между ними происходит вот такой вот странный редстоун сигнал, который не позволяет им работать. И, как вы можете видеть, они больше не атакуют близлежащих врагов и не наносят нам никакие эффекты. То есть мы, можно сказать, сделали наши варды бесполезными. Поэтому ставьте только один вард, второй какой-нибудь там ставьте где-то вдалеке, там в 15 блоков, и тогда вы сможете получать необходимые вам эффекты. Ну, а на этом, пожалуй, наш обзор подходит к концу. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, зовите друзей, оставляйте комментарии, а также не забудьте подписаться на канал. С вами был Леймстоун, всем удачи и всем пока!